теперь так вот эту фотографию она подвернулась под руку в Финляндии живет одна из моих ярых сторонниц сейчас она мне прислала еще материалы для того чтобы я вас познакомил потому что она тоже как я не может успокоиться знаете о чем речь о том что метровые штампы делают отрезая ветки кто финские садоводы предприниматели которая по 8000 тем же этим ленинграссом она там купила вот а потом ко мне вот фотографию не трожьте это штампу до 5 обрастет и оброс вот мы решились освежить эту тему а вот и тут же она мне присылают эту фотографию дерево безнадежно так у нее было почти такое же может быть чуть-чуть поменьше рано я по крайней мере об одном знаю его так вот и и и и идея замазывать глины про как-то про глину мы говорили но у него самого да как-то нет я все не проверял что я буду говорить глиной марсе а вдруг все хуже будет вот но она считает что глина лечит раз долматов со своей это второй вариант 2 и пожалуй все вот пожалуй все мальков не может со своей темы гонючей мазью потому что он новичок садоводстве он за несколько лет ничего не мог сделать вот ну и хотя он может у него гениальное изобретение но тогда надо пробовать еще должно быть такое понятие как испытательный срок прежде чем по 500 рублей впаривать неизвестно что но долматова прошел свою эту вот эту самую вот это весь достойно теперь так продал матова мы поговорили вне графика а начинать я должен был с этого давайте вспоминать на вебинаре просто раз я закончил вот этой фотографии повторение мать учения зачем-то взял и решил что это доктор наук вот он решил что в эту сторону раз ветки нет а должно быть равномерно во все стороны гель уже не знал об этом тогда он взял и плодовую веточку обрезал сказал теперь она будет расти а сейчас но это понятно вопрос искусственный вот это корни вот я почему повторяю потому что никогда не видит фамилии называю не стал я фотографии делать с этого с экрана вот хотя он очень молодой хоть и говорит что он я доктор на сирхознаук но очень молод видно и опыта ну у него нет по крайней мере понятия что нельзя же над людьми так издеваться я это воспринял как насмешку что мне ведь мне вприсали чтобы я посмотрел я посмотрел корней нет один маленький корешок как ты мог взять этот саженец и калеча крону уничтожить два три десятка почек то есть сделать искусственный штаб да так было дело вот это зачем ты демонстрируешь почему у тебя что все саженцы такие для показа должен выбрать лучше это какой-то на худший поэтому я просто не могу это я воспринял это как издевку я сюда вот любить а ты доктор наук ты что показываешь а вот это что ведь он же тут в яму то дело большую настоящую теперь все это провалится к чертовой матери и с тем же самим я их я высмеял у него был первый фильм правильная посадка яблонь груш а это смертельная ловушка для груш сто процентов яблонь не выживать груши нет но за через запятую написал и эти сажения вот этот саженец и демонстрирую уже во втором фильме вот с этой огромной раны помните я показал там второй был саженец чего крупнее рада вот этого инвалида с этой огромной рады вот эти вот корнями вот а значит такое рецензия знаете что такое оппонент это обязательно должно быть потому что люди на веру принимаешь это нормально посадить без корней вот предыдущий саженец это другой это у него двухлетка кто тут искалечил так что смотреть было жутко штаб ему сделал 660 сантиметров вот поэтому еще раз говорю меня привет земляк в это вот у меня тут был гостях а я же люблю мне все схватывается одно к одному привозе 10 ножей так трех уже нету это было позавчера садимся пьем чай и вот он говорит константинович замечательные эти самые фирмы замечательный вебинар ну кроме одно ты вот я вот только вот много этих ругаешь специалистов вот это я я как-то мне не интересно вот так что мне не интересно но это зараза уже сам по себе может лекции читать конечно ему не интересно чего удивить то что у нас доктор наук это выбрал лучший саженец которого нет корней вот а я же а еще секунду звонки звонки каждый день я нашел случайно я нашел случайно я теперь обращаюсь тебя юлию зелезу вот эти случайно ради них мы теперь живем вот мы договорились мы скоро будет пять тысяч фильмов пять тысяч вот но это не нобелевская премия хотя государство и точно должна быть огромная работа и каждый раз все говорит господи как я жил что я творил сколько я сейчас фильму пока этих показал часть этих писем невероятно спира несколько лет калечу теперь наконец помните последний так как было 32 саженца мертвых 31 до момента осенью взяла это начало резать и какие деревья мои сердце абрикосов которых убить то невозможно кроме как она говорит пошли кустом а раз курс она давай это отрезать вот все какой-то товарищ учил вот продолжаем дальше значит опять я не виноват вот зачем мне прислали вот это который прислал он говорит ваше холмы холмы вот а здесь огромный сад только на скидку туда с 1000 посадим с 1000 абрикосов на мой взгляд первая мысль посадим на верную смерть тысячу ну так же не бывает огромное поле распахано огромная работа отлегло на сердце знаете когда когда я увидел что здесь написано по-украински посадка интенсивного априкосового саду на травы сортиф вот тогда отлегло сердце еще раз самая главная беда ребята учеба причем серьезно я когда-то нашел первое дерево потом второе третье которые были посажены также и ука а они уже более она же сухой края считался всегда вот и малоснежные они сразу не умирали никто вступали по отношению обычно это случалось ну меня большая статистика отлеглась в голове на четвертый пятый год вот с такими штабами они вдруг умирали внезапно вот и когда это случалось а случалось это вот когда значит у нас особый край который с одной стороны я потом ниже докажу наши абрикосы вообще не бы это корнем не заморозить невозможно но покажу ниже специальную фотографию мне специальный опыт специально исследовали как назвать то можно все специально это противопоставляю вот это вот еще увидите а как у нас творится а как правило значит ну почти весна уже все расставило уже бах снег выпадает о вспомните жители хакасия вспомните жители минусинской краповины обязательно что в это время происходит в этих ямках земля еще не оттаяла а уже тепло и днем стоит лужа вот такая вот такая днем стоит лужа а ночью она замерзает а потом а уровень постепенно падает то есть еще земля не не пропускает вниз воду там еще слой есть замороженный вот кстати тайне идет с двух сторон снизу от от тепла планеты и сверху от солнца и мне всегда нравится я заметил несколько человек включая своего брата они знают это что тайне идет снизу это не на секрету но я сам догадался наверное мой брат догадался да вот а то мы замучаемся ждать пока метр два тает а здесь получается так смотришь такая как будто нарисована маркером вот такая белеса вокруг этого самого вокруг штаба как нарисованная белая как будто как будто нарисовано сантиметром ниже еще одна сантиметр это значит каждый день от уровень уровень воды падал так а ночью опять замерзал когда замерзал остался свет от а тогда и что происходит разу что такое еще раз коррозия металла знаем вы тут все металлурги коррозия деревьев мы не знаем а вот она и происходит таким образом граница воздух вода воздух земля воздух лед результате хоп 456 лет константинович не проснулись ну что тут уже я уже подхожу начинаю раскапывать объяснять вот это случилось что почему здесь не случилось я не знаю я всегда говорю а почему должны верить мне почему не верить я бы на украине даже в крыму поэтому делать и стал по тем они пока удобные дерево молодые а пристань себе что это где-то сейчас скажу таврия таврия вспомнил что в крыму не хватает воды и в таврии не хватает воды почему потому что ну знаете крыму никогда не хватало воды на юге херсонской области тоже не хватало воды уж я знаю а раз не хватало воды значит вот такие ямки делают где они не так опасны правильно допустим это опять херсонщина а там прерассказывал они живут и всю зиму мокро сыра снег выпал туман воздухе стоит такой туман что аж лицо мокрое а деревни не не это то есть там вырабатывалась особая порода абрикосов допустим это они раз то есть не так просто изгнарить и второе если вообще это место настолько относительно тепло что не замерзает почва тогда и этого эффекта лед вода лед вода деду то есть меня попросили прокомментировать я скажу я прокомментирую на вебинаре это должно быть интересно всем если это самый юг украины бог с вами воды не хватает что это такое это экономия воды раз второе если там не не замерзнет верхний слой почвы значит льда не будет значит дерево не так опасно и третье если это еще к тому же уже местные приученные и не боящиеся это же самое выплевание абрикосы третье это сколько у меня таких этих песен сотни я уже собрался целую серию сейчас фильмов создам знаете как будет называться просто железо . вопрос ответ а иначе когда я все это расскажу идем дальше но северянам только холмы все еще раз говорю кто-то скажет у меня не на холме у меня не в яме у меня на ровном месте и растет вот когда он у тебя 30-40 лет будет расти вот тогда и скажешь что растет а кто-то бы замуж у тебя уже это гниет то что это не пример если 10-летнее дерево растет без холма во всей природе дерево сами себе холмы вращают вот так идем дальше а вот это уже наше вот это уже считаю предательство стандартная посадка не думая ни о чем вот это уже заработать денег просто а